Здравствуйте, дамы и господа! И сегодня у нас блистательная, блистательная игра в режиме 1 на 1. На юге у нас стартует космодесантник с никнеймом Hard Bass Молочник. Он играет за такого фиолетово-пурпурного космодесантика. Сразу заказал себе два служителя, два сервитора, которые строят ему очень быстро келли-казармы. А также тыкнул себе парочку разведчиков, которыми он в первую очередь решил, конечно же, взять и побежать захватить себе стратегическую позицию. Я полностью поддерживаю это решение. И, возможно, этот разведчик тоже побежит куда-то сюда, чтобы захватить ближайшее владение. Также тыкается сразу отряд космодесантников. Нет, все-таки он побежал куда-то туда. Тыкается отряд космодесантников, служители подбежали поближе, чтобы быстренько это потом в будущем застроить. На эмблеме нарисован какой-то мужчина в такой маске интересной, с усами. Не знаю, кто это такой, наверное, какой-то актер. Против него играет Крим Фрэш. Это сестра битвы. Она построила себе святилище чистоты Келлиадептуса Ролитес и заказала отряд серафимов. Также захватывается тоже стратегическая позиция. И еще одна стратегическая позиция, которая находится на восточном фланге от базы сестры битвы. Есть миссионер первый, есть миссионер второй. И, я думаю, просто долго строилась вот эта вот святилища чистоты. Совершают прыжок серафимки. И куда они идут? Давайте мы с вами проследим внимательно, куда они отправляются. У меня есть стойкое ощущение, что они хотят навестить своего противника. И, ну, так, видят, что тут шаблон кинут наблюдательного поста. И придет ли какой-нибудь служитель? Нет, они видят то, что никто не приходит. И просто начинают стрелять в наблюдательный пост. И они рано или поздно такие его должны пробить по этой, по теории. И, опачки, декапят стратегическую позицию. Хорошо ли это? Да, это неплохо. Но они видят то, что на западе подходит отряд космодесантовиков, которые тоже, можно сказать, что декапят стратегическую позицию, потому что тупо берет и отгоняет миссионера. Это отряд космодесанта. Их тут четыре человека. Начинает, врывается в келье адепта Сароритас. Ну и ничего ты тут не сделаешь. Взвод разведчиков пробегает сквозь капящего миссионера и слюжителя экзлезиархии. За ним бежит отряд серафимов. Погибает разведчик. Заказывается еще один. И видит то, что его защищают космодесантники. Это хорошо. Сможет ли? Нет, не смог. Но убьет ли в ответ одного серафима? Да, убил. И это 50 на 5. Ну, на 5 энергии продамажил своего противника. Космодесантник имеет двух служителей, которые, в принципе... О, кстати, вот тут было отменено. А, не-не-не, подожди, подожди. Тут он и не захватывал, насколько я помню. А в итоге мы видим два рабочих. Он куда-то подтягивает их вблизь сюда. У меня такое ощущение стойкое, что он хочет взять и ими построить. Знаете что, ребята? Вы знаете? Да, именно. Он хочет, скорее всего, построить себе тут болтер. Куда-то вот сюда. Давайте посмотрим. С одной стороны, решение хорошее. А с другой стороны, кто не в курсе, сломан урон у болтера. Он здание, к сожалению, не атакует. Практически нифига. Вышел отряд сестер битвы. Им заказывается боец. И разведчик будет уничтожен, скорее всего. Да, вовремя спохватился, но одного потерял. Рабочих тоже надо уводить. Два отряда космодесантников. Очень неплохо закачанных. Здесь нечего защищать, потому что, ну, может, пускай бьет вот этим дешевым юнитом. Он может, конечно, бить, но толку в этом немного. Я думаю, что все-таки он болтер должен был где-то здесь поставить, чтобы пытаться игру закончить здесь и сейчас. Но мы видим то, что миссионер. Опачки! Подошел к служителям Клезиархи. И вот тут будет пробито очень неплохо. Но как все-таки дефать свою базу? Особенно то, что мы видим тут. Но, с другой стороны, без Келли Адепто Сороритес играть не получится. И надо, на самом деле, всей толпой жахать по казармам. Почему бы и нет? Потому что намного быстрее атакуют все-таки космодесантники. Особенно если они толпой врываются. Да, именно так и есть. Поэтому, на самом деле, мне этот момент непонятен. Но он решает бить наблюдательный пост. Я не знаю. Кстати, а получится ли тут подкараулить эту канонису? А прикиньте, подойдет и застанет ее командор. Вот это было бы прикольно. Тем более, он видит вот эту желтую фигню. Вот этот свет видит. И значит, что там кто-то заказывается. Давайте посмотрим. Давай-давай-давай. Смотрим. Вот, вышла канониса. И опачки! Хочет ли он ее всеми отдамажить? Или нет? Нет. Он такое ощущение, что на нее подзабил немножечко. Вот. И стреляет в рабочих. Да, такое ощущение, что он именно рабочих решил подуничтожить. Вот. Келли Адепту Сорори то с пробитой. Да, я думаю, то, что надо было ему подкараулить. Да, он канонису вообще нифига не избил. И это большая ошибка. И в свою очередь, обратите внимание, что есть у космодесантика. У него есть наблюдательный пост первый, наблюдательный пост второй. И вот тут наблюдательный постик третий. Очень странно. Но вот тут четвертый, я так понимаю, будет очень необычная игра. 50 на 0. Здесь же, в свою очередь, 62 на 10. Он уже строит Келли Адепту Сорори то с вот тут в подбрюши у космодесантника. Келли Адепту Сорори то с свои первые потерял. И такое ощущение, как будто это размен базами или что-то такое. Это очень странная такая ситуация, на самом деле. Я не знаю, зачем это делается, но согласитесь, это выглядит очень весело, очень прикольно. Вот. Он стреляет по Светилищу Чистоты. Ну, после Светилища Чистоты отсюда можно уходить, хотя Светилища Чистоты толком ничего и не дает, только, не знаю, возможность заказывать отряды Серафимов, но они, я бы не сказал, то, что они прям очень сильно нужны, на самом деле. Так что, можно бы и не делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот Келли Казармах, то, что он не сможет заказать себе ребят, это вот большая потеря. Есть ресурсы, и да, тут строят себе тоже Келли Казармах. Посмотри, просто поменялся, поменялись базами чуваки. 6000 хп, 6000 хп. Успеет ли пробить? Да, в принципе успеет, но блин, это что за кринж, это что за трэш такой. Нет, все-таки отряд космодесанта есть, но его надо заныкать, наверное. Да, я думаю, его надо тут спрятать, запрятать. Сестры битвы, отряд первый, второй, третий, и он видит этих космодесантников, и он на них сагрился, обратите внимание, он прыгнул, и он им преграждают путь. Да, он понимает то, что это надо делать, то, что надо с ними сражаться. Священный лик строится, дострелит ли досюда, я не уверен. В свою очередь, Келли Казармы заказались у космодесанта, он тут потеряет всех, потому что отряд серафимов не задамажит, и если даже ты вот так пробегаешь, нет, к большому сожалению, будет Габелла, но надо уничтожать монастырь Экклезиархии, и если ты уничтожишь монастырь Экклезиархии, да, смотри, он убегает, и в принципе, ну, бойцы пополнятся, нормально будет на самом деле, вот, но нужно тут задамажить, кстати, вопрос такой, а по зданию такого типа, лучше ли бьют космодесантники вблизи, потому что по легким зданиям, типа наблюдательного поста, они бьют, ну, заметно лучше, вот так, обратите внимание, служитель Экклезиархии был заказан, его не видно, но по карте видно вот эту точечку, обратите внимание, и он чинит, он чинит, очень даже неплохо, посмотрите, насколько быстрая починка, и таким образом выигрывает время, вот, в свою очередь, космодесантник, он этого добиться не может, того же самого, он себе не заказал рабочего, у него тут рабочий всего один, его терять ни в коем случае нельзя, а тут, если рабочий, да, вот он рабочий, есть тоже, надо прятать, короче, рабочего, это самый нужный юнит, короче, теперь получается, монастырь Экклезиархии был уничтожен, будет ли уничтожен служитель Экклезиархии, он просто ушел в черноту, обалдеть, все-таки сэкономил, вот это вот, возможно, в будущем как-то повлияет, и в итоге, раз, раз, два, три, четыре отряда космодесанта, ах, что происходит, что происходит, четыре отряда космодесанта, кстати, разведчик тут захватывает, будет ли потеряна плод веры, да, потому что подошли служители Экклезиархии, они используют свою грязную способность, ну и соответственно, космодесанту ничего не остается, да и собственно, никому ничего не остается, теперь только вот этим и будут воевать, единственное то, что у сестры битвы есть справа и слева, на востоке и на западе, вот такие вот стратегические позиции, ну точка ключевые точки, становятся в центре, серафимки есть, отряд, отряд сестер битвы есть, еще один и третий, раз, два, три отряда, четыре, пять, есть миссионер, который может ввязать, и есть герой, у которого есть пистолет инферно, у космодесанта есть четыре отряда парней, раз, два, три, четыре, и герой, герой неплох, герой в пехоту порвет, ну, может быть, конечно, никого угодно, но много кого, есть разведчик, который захватывает, и есть служитель, который тоже будет подстраивать разные штуки, 71 против 48, надо как-то грамотно обалдеть, а это огонь, это значит, то, что граната была кинута, один отряд просто умирает, второй отряд, он просто внуши зависает, и в его начинают дамажить, да, это просто невозможно, такую толпу передамажить, это какая-то фигня, и два отряда всего осталось плюс герой, ну, с такой ордой сестер битвы, я думаю, невозможно справиться, но давайте посмотрим, тем более, отрядец был заказан, но такое ощущение, то, что у сестры битвы, да, у него просто тупо есть ресурсы, он главку, конечно, может и захочет поставить, но самое главное, то, что он просто правой кнопочкой нажал, и у него будет просто тупо бойцов больше, они дамажат, стреляют, и он может даже просто ворваться в келье казармы и просто все тут разнести, но он прыгает и решает отряд космодесандиков, вот этих всех парней побить, он просто толпой начинает бить, обратите внимание, сколько тут моделек, плюс тут есть герой, используется способность и начинает бомбить, обратите внимание, он канонисы бьет с упора, чтобы меньше терять хп своими сестрами, битвами, и да, именно сестра битвы побеждает, просто филигранно сыграно, и это именно толпы какие-то нереальные сестер битвы, посмотрите, сколько их, посмотрите, посмотрите, сколько их, их просто дофига, давайте посмотрим ресурсы, как крутая катка, армия, 48 убил подразделений, 12 всего лишь потерял, а по ресурсам, 3800, да, все-таки, на 590 собрал больше, да, не, на 610 собрал больше ресурсов, а потратил на 580, если я не ошибаюсь, энергии получил 315, прокачал пистолет, он зарешал, большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, и подписывайтесь на канал, до новых встреч,